итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас короткий урок называется он работа ключом я вам покажу секрет как правильно работать вот таким вот классическим ключом который можно передавать методом амплитудной модуляции сначала я расскажу немножко о настройках вот здесь вот вы видите зазор между нижним контактом неподвижным и верхним контактом подвижным коромыслом здесь зазор примерно полтора два миллиметра я рекомендую делать вот именно такой зазор ни в коем случае не делать совсем маленький зазор там миллиметр или еще просто сорвете руку и будет мелодия морзянки захлебываться у вас ошибки будут выходить в общем не получится той модуляции амплитудной и сильно большой зазор тоже делать нельзя потому что будет также сильно большой разрыв и неровная мелодия будет идти и вам махать рукой быстро устанете также еще есть настройка это вот пружина вот такая там в такой модификации но во всех модификациях практически есть пружина тоже сильно ее натягивать нельзя тоже в меру легко должна ходить относительно не туго если все правильно настроите то передача рукой именно вот амплитудной модуляции рукой будет доставлять вам удовольствие и будет идти ровная мелодия звуков знаков вот таким вот методом амплитудной модуляции вот таким вот ключом можно довольно таки быстро передавать знаки морзянки вплоть до там ну я не знаю ну 18 групп можно передавать так оттренироваться что вот будете точно вот 18 групп передавать а если помните в одной группе у нас пять знаков я в свое время это порядка 17 передавал на ключе на таком что такое 20 групп 20 групп в минуту это имеется ввиду в минуту 20 групп в минуту или там 15 групп в минуту 20 групп в минуту это 100 знаков в минуту передается вот этим ключом а может быть даже еще и быстрее конечно же есть еще и электронные ключи которые внутри ключа микросхема какая там схема положение там влево вправо передает точки тире но это я вам так скажу друзья мои это не спортивно равно как и датчик кода морза как печатная машинка с клавиатурой датчик кода можно тоже нажимаешь определенную букву и он просто тебе выдает генератор ту букву какую надо настраивается скорость вот ну такие тоже датчики имеют место быть но вот это вот самый классический ключ морза на котором собственно говоря и надо уметь работать обязательно итак по настройкам все понятно теперь как работать правильно этим ключом вот это вот ручка за которую нужно браться вот так вот тремя тремя пальцами как авторучка вы берете как карандаш берете вы так да как в школе вас учили карандаш так и берете же эту ручку два пальца вокруг и и сверху указательным пальцем придерживаете и самый важный момент как нужно нажимать на головку вот этого ключа не так вот я отключу генератор чтобы он не шумел не вот так вот пальцем не вот так вот не так и так а именно вот так как я сейчас вам покажу это этот метод амплитудной модуляции по заимствован у музыкантов пианистов пианистов пианист играет когда на пианино у них двигается вот так вот кисть пальцы стоят на клавиатуре они же не пальцами так нажимают а вот так вот они играют обратите внимание вот это методика и у них и взята свое время было значит для того чтобы работать с этим причем можно было длительно долго рука не уставала и так берем ключ вот так за головку и делаем вот такие амплитудные движения вот так вот нажимаем видите щелкаем я нажал и вот таким вот образом передается знаки азбуки мороза вот таким вот образом сейчас я подключу звуковой генератор и продемонстрирую вам как извлекается ключом вот такой методикой знаки вот слушайте соответственно точка передается быстрой модуляции амплитудой тире задержкой вот таким вот образом нужно работать на данном ключе вот смотрите как можно быстрее и медленнее или быстрее или еще быстрее я давно не тренировался соответственно раньше еще быстрее передавал вот но не надо торопиться и сразу гнаться за скоростью сначала научитесь извлекать равномерно тире и точки и выдерживать паузы между знаками ну имеется ввиду если вы передаете букву м который состоит из двух тире чтобы она чтобы два тире были в этой букве одинаковы они разные например вот так вот тут непонятно то ли это n то ли м то есть четко контролируйте берите вот прям те знаки в предыдущих уроках которые я вам давал прямо на них и начинаете тренироваться начинайте медленно вот я сейчас снова передам например медленно морза вот примерно так и делайте вот можно быстрее но это потом уже со временем или еще быстрее если вы сбились передавая текст остановитесь и дайте несколько вот таких вот точек то есть это больше например знака 5 знаки 5 5 точек 6 или 7 точек дайте чтобы тот кто вас слушал понял что это ошибка и передавайте заново все еще раз вот так вот примерно все на этом урок закончен берите ключ и начинайте тренироваться и